Рождественского гусян Рождественского гусян Сохранит сок Таким образом при жарке оно будет сочным и ароматным Ну и сейчас приступаем к фаршированию нашего гуся Для этого мы в миску вываливаем гречневую кашу Гречку мы при этом готовили, поджарив его без жира Просто на сковороде и потом предварительно сварив. Вываливаем гречку. Овощи, приготовленные нами. Овощи мы все жарили на внутреннем жире гуся. Никаких дополнительных жиров мы не брали. Соединяем все продукты. Мы начинаем их перемешивать. И начинять гуся. Гуся нужно начинять на 1 треть от его объема. Потому что продукты внутри все равно у нас дадут объем. Ну вот и все. Сейчас я вам покажу, как без яглы сшивается гусь. Для этого края разреза мы пронизываем зубочистками примерно на одинаковом расстоянии до конца нашего брюшка. Теперь мы берем нить, белую хлопчатобумажную можно. И вот таким образом, обвивая зубочистки, мы перекрещиваем вокруг них и слегка натягиваем нить. и таким образом мы зашиваем гуся. Все, в конце мы это завязываем и обрезаем. Как я уже говорила, внутренний жир гуся нам отдаст всю свежесть аромата к гарниру, который там находится. Но у нас имеется еще жир, который находится под крылышками. И поэтому, не протыкая мясо гуся, мы просто протыкаем кожу в нескольких местах для того, чтобы ненужный внутренний жир, который находится под крылышками, он вышел у нас при жарке. Это же самое мы делаем и под ножками гуся, не протыкая само мясо. Сейчас мы берем гуся и перекладываем его в нашу гастроемкость. Заметьте, гусь у нас не смазан ни майонезом, ни какими-то другими соусами, потому что достаточно жиру, который в нем имеется. Сейчас повар пойдет на кухню жарить гуся. У нас современное оборудование в пароконвектомате одновременно мы можем выпекать и рыбу, и мясо. Не будут перепутываться запахи. Он конкретно сейчас для гуся выберет программу, и пароконвектомат сам будет выбирать, сколько и какое время он будет жариться. Каждая хозяйка знает свою духовку, и в среднем жарка гуся происходит при 180 градусах на 1 килограмм мяса 1 час приготовления. Гусь, который весит 3 килограмма, будет, соответственно, готовиться 3 часа. Сейчас, пока готовится наш гусь, мы еще начиним яблоки, клюквой и медом, которые будут хорошо сочетаться с нашим блюдом. Мы накладываем клюкву и сверху поливаем медом. Каждая хозяйка вправе выбирать, чем фаршировать гуся. Мы выбрали такой рецепт. Можно фаршировать одними яблоками, можно фаршировать рисом и яблоками, можно фаршировать квашеной капустой. Стас сейчас запекет нам яблоки. Ну вот уже прошло 3 часа, и я чувствую божественный аромат нашего гуся. Убираем веревочки и зубочистки, которыми мы сшивали гуся. Мы вытаскиваем наши зубочистки легким движением руки. И нить, которая у нас находится, она сама просто убирается. Теперь гуся мы перекладываем на блюдо. Вот и готовы наши яблочки, которыми мы украсим своего гуся, и которые будут дополнять наши блюда. А сейчас мы украсим гуся. Не только запеченный гусь достоин вашего внимания. Из мяса гуся можно приготовить множество вкусных и разнообразных блюд. Курник поистине царский пирог. Еще со времен Ивана Грозного его подавали к столу по торжественным случаям. Каждый компонент курника имел особое значение. Мука – символ плодородия. Крупа – благополучие. Мясо птицы – основа жизни. Элиш – национальная выпечка из бездрожжевого теста. Внутри сочная начинка из мяса, картофеля и лука. Пельмени – без преувеличения самое популярное блюдо на столе у россиян. У каждой хозяйки свой фирменный рецепт. Пельмени с мясом гуся и белыми грибами безусловно найдут своих почитателей. Перловая каша с гусем – блюдо в духе Рождества. Несмотря на кажущуюся простоту, в приготовлении каши с мясом есть свои секреты. Правильно заложить крупу, отмерить воду, подобрать специи. И, наконец, жаркое сгуся с рассыпчатым картофелем, поданное в хлебной булке. Аппетитное, дымящиеся. Не оставит равнодушным ни одного гурмана. Лучшее дополнение к таким блюдам – традиционные напитки. Морсы, сбитни, травяные чаи. Они придадут праздничному столу особый шарм и настроят на добрый лад. А сейчас, дорогие шадринцы, если вы цените свое время, то можете положиться на поваров ресторана «Урал» и сделать заказ, набрав всего три цифры. 0, 5, 6. И гусь будет на вашем столе. С праздником вас и наступающим Рождеством. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова